Друзья, всем привет! Я Лёха Колесников и сегодня хотел бы затронуть тему путешествий. Путешествий именно на дорожных мотоциклах. Ну, то дорога и тире, лёгкая эндуро. Я на своём опыте, скажу честно, я не езжу по дороге практически вообще, очень-очень-очень редко. Далеко на мотоцикле точно не езжу, но просто банально, потому что я и так на мотоцикле провожу очень много времени и передвигаю себя по большей части на машине. Это есть как есть. Но, как бы то ни было, в зимнее время, в летнее время я выбираюсь на квадрики, выбираюсь на снегоходе, различные трейлы, поездки там с моими друзьями. И буквально этой зимой я просто вот уперся, наткнулся на то, насколько всё-таки необходима вещь-кофр для подобных поездок. В моих руках два совершенно разных типа крепления под эти кофры. Это Монокей с грузоподъёмностью до 10 кг и Монолог, более простая версия для маленьких кофров, то есть с грузоподъёмностью до 3 кг. У них немножко разный тип креплений самого кофра, но, по сути, на скорости, на технические какие-то моменты это никаким образом не влияет. Всё, что нужно для себя решить и понять, да, это первое, какого размера у тебя мотоцикл, насколько далеко ты собрался ездить и чего ты вообще с собой планируешь брать. То есть есть вот такая вот суперкомпактная, удобная, лёгкая модель, да, маленький кофр. Он суперудобен по цене, он суперудобен по креплению, по своему весу, по размеру, ну и в то же время он достаточно вместителен, да. И, соответственно, более глобальная вещь, это как раз вот под крепление Моноки с грузоподъёмностью 10 кг. Вот такой вот уже большой сундук, прям реально большой, он реально весистый. Но и, с одной стороны, если вы планируете дальние поездки, может быть, даже там не один, а вдвоём, и нужно положить с собой вещи и продукты, и, может быть, там мини какой-то холодильник и что-то ещё, то, конечно же, ну, такой объём он будет очень-очень кстати. И, кстати говоря, несмотря вот на этот, вроде, казалось бы, супер такой прям относительно прям небольшой размерчик самого кофра, сюда запросто помещается один шлем типа интеграл, ну или открытый, да, то есть имеется в виду без козырьков, без там, без подбородка, то есть вот как бы вот прям ровно вот сюда кладётся просто шлем. Очень тоже удобно, потому что ты приехал, припарковался, открыл, чтобы шлем с собой не таскать, прям можешь положить, закрыл на ключ и дело в шляпе. Поэтому под себя подобрать можно просто идеально и повседнев, и какие-то супердальние поездки, и кучу крепежей, сейчас куча всего, всё есть, поэтому, что я могу сказать, остаётся только путешествовать и радоваться жизни, поэтому хороших поездок!